Семинар под названием В таких ситуациях, когда, например, человек, один человек обидел второго, и начинается какой-то, заводится уголовный процесс, и есть возможность вместе прийти и участвовать в процессе примирения, где они вместе ищут решение на происшествие. Они более быстрее могут решить эту проблему, спокойно между собой говоря, и этот процесс обычно ведет обученный посредник государственной службы пробации. Примирение – это внесудебный процесс, когда у пострадавшего и подсудимого есть возможность обсудить сложившуюся ситуацию, договориться между собой. Никто не говорит о том, что такой метод нужно использовать во всех уголовных делах. Речь идет только о тех проступках, за которые законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Это может быть мелкое хулиганство, небольшие кражи, порча чужого имущества, нанесение легких телесных повреждений по неосторожности. С такими ситуациями оберпрокурор Испрейли уже сталкивался. Одна из них действительно завершилась примирением двух противоположных сторон. – Потерпевший согласился, что процесс опять может быть прекращен, потому что потерпевший, в данном случае это была женщина, получила моральное удовлетворение, если можно сказать. Она, конечно, и попросила материальную компенсацию, она лежала в больнице за эти расходы, которые были. – Ну и процесс был прекращен. Этим, я думаю, я лично этот процесс не вел, был доволен и виновный, если так можно выразиться в данном случае, да, хотя дело до суда не шло, судно, значит, признают виновным. И до сих пор никаких жалоб нет. Во всем мире система примирения уже давно применяется в уголовных процессах. И статистика, например, норвежских коллег по несовершеннолетним доказывает, что она действительно работает. – В Норвегии, если вот, например, если от 20 процессов этих восстановительных, где участвовали молодые люди, 20 человек, то опять совершили повторное уголовное деяние, и мы считаем, что наши люди не отличаются. Семинары будут продолжаться до 17 мая. Следующий пройдет в Риге 14 числа. В зале центра Провидус будут приглашены сотрудники правоохранительных органов столицы Олайне, Саласпилса, Сигулды, Юрмала и Огры.